В третьем классе маленькую девятилетнюю девочку Надю мама за ручку привела в бассейн Одинцовского физкультурно-оздоровительного комплекса. Тогда она не умела плавать и оказалась там впервые, но с того дня с бассейном не расставалась. Стала быстро учиться и уже через полгода выступила на своих первых соревнованиях. И сразу победа. Она и стала стимулом тренироваться усердно и целенаправленно. В четвертом классе выполнила юношеский разряд, в пятом третий взрослый и в шестом стала выезжать уже на первенстве чемпионата Московской области. В одиннадцатом классе девочка выполнила мастера спорта, поступила в финансовый вуз, попала в сборную. Здесь состоялись главные соревнования и победы в ее жизни. Надежда стала чемпионкой России, Европы и мира. Те эмоции помнит до сих пор. Самое сложное, это когда трибуны, команда, все хлопают, кричат. Россия вперед, давай. Ну это, конечно, очень запоминается. Ты и так на мандраже, очень сильное сердцебиение. Ищу и такой шум, участники разных команд, ты уже не видишь, что, где, только готовишься к старту. Ну и, естественно, финальное касание, ты понимаешь, что все сделано, год работы, сезон закончен. Ее мировой рекорд на полторы тысячи метров в Моноласте держится до сих пор. Но не менее важным достижением она считает свою тренерскую работу. Ведь медали пылятся в шкафу, а детские успехи, их счастливые глаза – искренняя радость, вне всяких наград. Главное – подобрать каждому подопечному правильный подход. Важен, конечно, индивидуальный подход. Каждому ребенку найти свой ключик. Видно, что девочки более эмоциональные, более переживательные, мальчики более скрытные. С каждым работа идет по-своему. Кто-то приходит и делает, тот, конечно, ленится. С каждым нужно беседовать, беседовать с родителями. И только вот так создается команда и контакт. Теперь в том же бассейне, где когда-то занималась сама, Надежда тренирует детей разных возрастных групп. В своей работе она использует личный опыт. Ведь ей, как никому, известна цена настоящего успеха и мирового золота. Именно на этих дорожках начался ее спортивный путь. Именно здесь она продолжает его в своих учениках. Плавали утром, встречались в 5.30. И до сих пор каждый день в 5.30. Мой тренер, Александр Михайлович, сидит здесь. Он приходит самый первый. И когда ты приходишь в притык, он уже говорит, нет, это поздно, нужно приходить заранее, готовиться, настраиваться на тренировку. Эти принципы применяет и в жизни у Надежды настоящая спортивная семья. Муж тоже тренирует детей, а маленькая дочка уже стала победительницей первенства Московской области по акробатике. И, несомненно, среди ее юных учеников наверняка вырастут настоящие чемпионы.